Слушайте во всех приемниках города. ПЛИЦ-ФМ. Лето в каждой ноте. Пульс радио. Приятная прогулка с неприятным душком. Едкий запах и навозные мины – то, с чем ежедневно встречаются горожане, гуляя по бульварам Ешкаралы. С одной стороны, катание на лошадях позволяет разнообразить городской отдых. С другой – доставляет массу неудобств еще большему числу людей. Кто должен отвечать за уборку и безопасность катания на лошадях? Ситуацию в Ешкарале и опыт других городов изучала наша съемочная группа. С каждым годом лошадей на бульварах и в парках Ешкаралы становится больше. Большие дела даже не в прибыльности, а в том, что заниматься этим бизнесом, по сути, очень просто. Покупай пони или лошадь и приходи на бульвар. Никакой арендной платы, никаких налогов, никаких договоров или справок. Работают они абсолютно стихийно и самовольно. Зачастую рядом с лошадьми нет даже взрослых. Руководят процессом 12-14-летней девочки, которые в силу возраста не осознают полностью всю ответственность за порядок на улицах и безопасность детей. Фото платное, лошадей фоткать нельзя. Алексей и Мария, пожалуй, единственные владельцы лошадей, которые работают официально. Говорят, в их среде между собой есть негласная договоренность, чтобы каждый убирал за своей лошадью. Для этого приносят совки с пакетами. Только соблюдают эту договоренность, увы, не все. Многие просто относятся к этому так. Не хотят убирать, не возят с собой совки. Буквально два совка на бульваре находятся на всех. Кто относится к этому серьезно, тот убирает. Многие даже не обращают на это внимания. И остается очень много кучи на бульваре. Точно мы должны создать договор, но основа-то однозначно. По этому договору мы должны нести ответственность. И за то, что мы убираем территорию, и за то, что мы катаем детей, потому что мы все-таки детей катаем. А вот так ребенок падает, но упал он и все, и не докажешь. В других городах лошади застрахованы. То есть они застрахованы на тот факт, если ребенок падает с лошади, то что все лечение оплачивает страховая компания. Это обязательно страхование извозчика, или как-то там по-другому называется. Но такой вид там есть однозначно. И это правильно опять же. Мария Суворова часто бывает в других соседних с нами городах. Говорит, например, в Нижнем Новгороде такого беспорядка нет. Все организовано и легально. Каждый владелец лошадей имеет договор с мэрией. Платит за место и, соответственно, несет ответственность. А в Чебоксарах, к примеру, под хвосты лошадям подвешивают мешки. Это было условием от городской мэрии. Мы заценили это устройство. Сначала мы думали, что смотрится некрасиво, но и смотрится тоже нормально, и легче с уборкой. И у нас еще договор был с администрацией, что мы, например, раз в неделю, или раз в две недели, мы заказывали машину, которая будет убирать территорию. То есть она приезжает, замывает территорию, все-таки она проходит. Пока в Ежкороле вопросами организации этого бизнеса не займется мэрия, порядка не будет. В администрации отмечают, сейчас лошадей в основном водят дети. И привлечь их родителей к административной ответственности очень трудно. Но изменить ситуацию в планах есть, говорят в мэрии. Мы будем водить запрет, но одновременно выделим территории, где можно будет кататься на лошадях. То есть будут определены границы, в пределах которых можно будет заниматься этим бизнесом. Обязательным условием будет уборка за лошадьми. Этот механизм необходимо ввести. В настоящее время действующее законодательство не предполагает выдачу специального разрешения или лицензии на этот вид бизнеса. Но органы самоуправления по правилам благоустройства могут либо запретить, либо принять такое решение. Запретить везде, но разрешить там, где мы определим специальные места. Конечно, и самих владельцев лошадей пони понять можно. Они работают, чтобы в том числе прокормить своих животных. Но когда дело касается комфорта тысяч горожан и безопасности, прежде всего, вопрос должен решаться серьезно. В мэрии пообещали навести порядок в местах культурного отдыха горожан в самое ближайшее время. Я считаю, что каждый человек, кто будет отвечать за определенные точки, он должен платить за это деньги обязательно. Потому что мы же люди все примерно одинаковые. Мы не платим, мы вроде как и не отвечаем. А когда мы платим вроде как наше, нам надо за это отвечать. Потому что мы же за это деньги платим. Но это у нас такой менталитет, так скажем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА